МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите новости недели на телеканале Беларусь-4. Из всех событий, уходящих 7 дней, мы выделяем главные, не упуская ключевых деталей. В студии для вас работает Анна Кусточева. Здравствуйте. Год качества. Какие задачи стоят перед организациями и предприятиями области? Сила духа и веры. Православные верующие отпраздновали крещение. Четверть века на защите людей. Профессиональный праздник у сотрудников подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям. Все подробности этих и других событий жизни региона в ближайшие полчаса. Один из рабочих дней председателя облсполкома Ивана Крупко на этой неделе был посвящен Году качества. Причем речь шла не только об улучшении качества производимой продукции, но и в целом о повышении качества жизни людей. На какие моменты обращал внимание руководитель региона, знают наши корреспонденты. Тема качества звучит в первых же звонках, поступивших по прямой телефонной линии. Жительница Жлобинского района жалуется, что после проведения работ по ремонту кровли повышенная влажность стала регистрироваться не только в подъезде, но и в квартирах. Телефон вы оставили, поэтому мы свяжемся с вами, побудем вас там обследовать. Подберем время на момент талости снега, когда плюсовая температура начнется, и чтобы оно видно было. Если некоторые вопросы требуют дополнительного изучения, то решение по другим принимается уже непосредственно во время приема. Иван Крупко поддержал инициативу жителей установить памятный знак на месте расстрела Светлогорского гетто. Инициативная группа не только собрала необходимые средства и определила место для организации мемориала, но и приобрела камень, на котором будет нанесена памятная надпись. 340 человек, жители деревни Шатилки, которые в феврале 42-го года были зверски расстреляны лишь за то, что у них была национальность евреи. Практически все готово. Необходимо согласование с Академией художеств, Министерством культуры, и практически мы планируем, что в феврале-марте этот памятный знак будет установлен. В этот же день Иван Крупко посещает одно из ведущих предприятий Гомельской области. Ассортимент продукции, освоенной на Светлогорское химволокно, постоянно расширяется, причем многие изделия не имеют аналога в мире. В прошлом году здесь завершилась реализация проекта по организации производства трехслойной полиэтиленовой пленки. За продукцией с необычным для неспециалистов названием большие перспективы. Ранее данная пленка закупалась у посторонних поставщиков и качество ее не всегда в полной мере удовлетворяло нашим требованиям. Реализация данного проекта позволит сократить, как собственные затраты, уменьшить себестоимость производства готовой продукции порядка 8-9%. Данная продукция широко применяется при упаковке минеральных удобрений, в частности, это Гомельский химический завод, это Белкалий, это Грудноазот. В год качество повышенное внимание производству конкурентоспособной продукции. И это не просто самоцель. Речь идет о повышении уровня жизни жителей страны за счет обеспечения рынка качественной продукции и стабильных экспортных поставок. Сегодня бренд «Сделано в Беларуси» известен уже почти в 150 странах мира. Дальнейшее будет зависеть от того, насколько качественную и конкурентоспособную продукцию мы сможем производить. Все будет зависеть от нас. Каждого на своем рабочем месте. И год качества, наверное, жизненно необходимая ситуация для каждого из нас, для каждого региона и в целом для страны. Надо иметь как минимум три фактора. Безопасность продукта, качество и цена. Повышенное внимание в год качества инновационным проектам. Сейчас в Гомельской области буквально под микроскопом рассматриваются возможности каждого предприятия. После предоставления своих предложений часть затрат предприятиями может быть возмещена за счет средств регионального инновационного фонда. Мы взяли очень высокую планку и нам надо развиваться дальше. Что хочу сказать, что в Гомельской области для этого есть все возможности. Причем у нас в области есть инновационный фонд, который сегодня позволит и позволяет любому предприятию развиваться в плане каких-то новых идей и новых задач, которые они перед собой ставят. Причем финансовая поддержка она может быть рассмотрена как на 2024 год, так и на 2025 и последующие годы. Хотя разговор идет не только о материальной поддержке. В Беларуси утвержден знак качества. Он будет вручаться за лучшую продукцию, производимую в стране. Как ожидается, первые награждения будут проведены во второй половине этого года. Олег Синтеров, Владислава Супруновска, Игорь Марищенко. Новости недели. Доступность дошкольных образовательных учреждений для детей и их родителей. Одна из приоритетных задач в текущем году, подчеркнул министр образования Андрей Иванец во время визита в Гомельскую область. Глава министерства встретился с педагогическим активом региона и отметил основные направления работы в 2024 году. Какие изменения планируются и что ждет отечественное образование в год качества смотрите далее в сюжете. Сегодня в образовательные учреждения Беларуси подвозят более 60 тысяч детей. Автопарк обновляется вовремя. Ежегодно приобретается около 130 новых школьных автобусов. Ряд территорий обеспечен ими на 100%. На 2024 год есть более масштабные планы. Ожидается, что все учебные заведения, в том числе специальные школы, будут полностью оснащены автобусами. Как отметил Андрей Иванец, их транспортная доступность для детей и родителей одна из составляющих качества системы. Система образования касается абсолютно каждого жителя нашей страны, поэтому мы понимаем ответственность этого года для нашей системы. И именно поэтому по всем уровням образования будут реализованы абсолютно конкретные мероприятия, которые направлены на то, чтобы каждый житель нашей страны почувствовал улучшение качества образования. В настоящее время Министерством образования проводится перевод в электронную форму двух административных процедур. Это постановка на учет и прием учреждения дошкольного образования. Планируем то, что уже в 2025 году эти две административные процедуры будут полностью переведены в электронную форму. Одна из точек визита – Гомельский государственный педагогический колледж имени Выгодского, где на открытый диалог собралось более 300 руководителей образовательных учреждений Гомельщины. Присутствующих интересовали вопросы поставок игрового оборудования, изменений в учебной программе и психологической помощи. Следующий пункт программы визита – посещение Гомельского государственного колледжа кулинарного искусства. Здесь открыли оснащенный самым современным оборудованием центр компетенции кулинарного искусства, который позволяет не только готовить молодых поваров, но и переквалифицировать опытных специалистов. Впервые идея создания центра была озвучена в 2017-м. Подготовка помещения заняла некоторое время. Импортировать оборудование начали с 2022 года. Вложены серьезные ресурсы, более миллиона средств республиканского бюджета, областного бюджета, небюджетных средств самоучреждения. Центр компетенции не будет стоять на месте, он будет постоянно и дальше модернизироваться. Потому что мы сегодня готовим молодых специалистов, которых должны быть высокий уровень, высокие знания. Вложенные средства позволили приобрести самое современное оборудование. В связи с этим удалось начать готовить по новым технологиям. При этом в центре компетенции будут обучаться не только студенты колледжа, но и всех других учебных заведений Гомельской области, где готовят специалистов соответствующего профиля. Плюс работники школьной столовой. На сегодняшний день в центре прошли переподготовку около 140 специалистов, которые работают поварами и технологами. Тут представлена линейка самого современного на сегодняшний день оборудования. Да, действительно, есть единицы техники, которые в индивидуальном экземпляре, в единичном представлены. Да, и все и учащиеся студенты, и школьники могут попробовать себя в работе с этим оборудованием. Руководитель центра компетенции кулинарного искусства Екатерина Гриб в свое время окончила гомельский кулинарный техникум. Она настоящий профессионал. Сегодня на ее счету пять серебряных и одна золотая медаль на международных и национальных соревнованиях. В рамках открытия центра Екатерина провела мастер-класс по изготовлению и оформлению десертов. Вообще, и часто приходится прибегать к использованию новейших технологий. После закупки современного оборудования пришлось ввести в программу тренировок коррективы. И у наших студентов, и у приезжих, учащихся, есть очень большой потенциал и желание попробовать, поработать на новом технологичном оборудовании. Они предлагают даже самостоятельно отработать какие-то блюда, которые их заинтересовали в процессе обучения, либо же они сами что-то нашли для себя интересное, приходят и отрабатывают вместе с мастером, с преподавателем. Помимо подготовки и переподготовки специалистов, для государственных учреждений здесь также будет проходить обучение представителей частных предприятий сферы услуг. Светлана Главко, Анна Кусточева, Новости недели. Вы смотрите Новости недели на телеканале Беларусь4 Гомель и мы говорим о главных событиях уходящих 7 дней. Программу продолжит обзор от службы информации. Повышение качества продукции и увеличение экспортных поставок министр сельского хозяйства Сергей Барташ оценил перспективы развития перерабатывающей промышленности Гумерской области. За последнее время животноводческая отрасль Беларуси сделала значительный шаг вперед. По словам министра, сейчас Беларусь производит в 2,7 раза больше молока, чем потребляет и на четверть больше мяса. Такие объемы позволяют не только обеспечить внутренний рынок, но и увеличить экспортные поставки. Концепция года качества вопроса социальной сферы и рассмотрение обращений граждан. Помощник президента инспектор Погомельской области Юрий Горлов посетил Будокошелевский район. В программе визита встреча с работниками коммунального предприятия. Основная тема разговора – качество услуг, предоставляемых населению. Когда речь идет о качестве, в первую очередь надо начинать с себя. Именно на качество предоставления жилищно-коммунальных услуг люди реагируют больше всего, подчеркнул помощник президента. «Самое главное, чтобы все было прозрачно, объективно и справедливо для людей», отметил Юрий Горлов. На первом месте безопасность людей. К началу купального сезона в Гомерской области планируют открыть шесть новых сезонных спасательных станций. Как подчеркнул глава региона Иван Крупко, безопасность отдыха на воде с началом купального сезона должна быть обеспечена повсеместно. Так, новые спасательные посты появятся в Жлобинском, Кармянском, Житковичском, Наравлянском, Петриковском и Чичерском районах. Они должны начать работу 1 мая 2024 года. Батальон Дорожно-патрульной службы ГАИ Управления внутренних дел Гомерского облсполкома отметил юбилей. Полвека на страже безопасности дорожного движения. Основные торжества прошли на площади Герба и Флага. В программе ретро-парад служебных автомобилей. В 70-е годы служебный автопарк сотрудников ДПС выглядел именно так. Продолжение праздничной программы в зале городского культурного центра. Самые достойные инспекторы получили награды и, конечно же, заслуженные поздравления. К сбору гуманитарной помощи для детей Донбасса присоединились организации Гомерской области, канцелярские, медицинские товары, продукты питания и игры. Организация «Белая Русь» собрала около трех тонн помощи. Активисты организации из разных уголков Гомерской области протянули руку помощи тем, кто в ней нуждается. В Гумеле открылся популярный народный проект «Я художник, я так вижу». Выставка объединила людей разных профессий и возрастов. В картины галереи Гавриила Ващенко представлено более ста работ. Куклы, гипсовые картины, бисер, вышивка, шоколадные изделия, елочные игрушки. Принять участие в проекте может любой желающий. Для этого необходимо принести свою работу. Ей будет присвоен номер, чтобы посетители могли путем голосования выбрать лучший экспонат. Принять участие в проекте и посетить выставку можно до конца февраля. Сила духа и веры. Православный мир 19 января отпраздновал крещение. Этот день посвящен памяти евангельского события, когда пророк Иоанн предсеча крестил Христа в водах реки Иордан. В этот день все верующие освящали воду, которая, считается, приобретает особые свойства. В каждом районе региона организованы оборудованные пункты, где любители ледяных водных процедур проверяли свое здоровье. Татьяна Пемененкова расскажет обо всем по порядку. Празднование началось в Крещенский сочельник 18 декабря. Накануне одного из 12 главных христианских праздников в церквях прошли особое богослужение с освящением воды. Чин водосвятия духовенство совершило и на водоемах. Празднование Крещающийся тебе Господи Почти 10 лет Дмитрий Алексеевич собственными руками вырезает иорданку в чонках. Мужчина говорит, что подобные действия объединяют и очищают изнутри. Всеми силами и батюшка, и председатель, и санаторий, и все, кто может, у каждого выполняет свою функцию. То есть это уже просто, легко и все отработано. С каждым годом сюда все больше и больше ходят людей и очень красивая купель. Не только набрать воды, но и с головой окунуться. В ночь перед Крещением собрались десятки жителей региона. В этом году погода совершенно не свойственна для Крещения. Сильные морозы сменил дождь, а вот вода в купеле. От этого теплее не стало. Но это мало волнует желающих окунуться. Ведь наш народ сдавна верил, что вода на Крещение – настоящее лекарство для организма. Окунуться в воду с головой. Да, такое действие не связано с канонами церкви. Но православный мир толерантен к тем, кто решил проверить свое здоровье таким образом. Во время окунания нужно чувствовать благодать Господню, которая на тебя сходит в этот момент во имя Отца и Святого Духа. Если есть возможность молитву прочитать, это будет давать максимальную возможность вам расхлепотиться и очиститься духовно. Пришла в исцеление души и тела. Решили таким соседским подрядом встретить этот праздник. Спасибо огромное моим соседям. Ощущения, конечно, непередаваемые. Первый раз. Я даже вообще еще не понимаю, что произошло. Но такого прежде не было. Я такого не испытывала. Первые эмоции от ледяного купания у всех примерно одинаковые. Дрожь по телу и ощущение, что сердце выпрыгивает из груди. Противовес таким отчаянным жителям около храма и те, кого греет молитва и вода, которая в этот день особенная. Праздник сегодня большой, крещение и набрать водички обязательно, чтобы не болеть, быть здоровым. Святая вода, самое главное, что это святая вода, глоточек воды исцелит нас. Празднование продолжилось 19 января. Утренняя литургия объединила всех верующих. Православные храмы Гумельщины погрузили каждого человека в мир молитвы, тепла и добра. В момент крещения был голубь почил на Спасителя и глаз был небесный Бога Отца, который говорил «Сей и Сын Мой возлюбленный, того послушайте». И вот сегодня мы с вами являемся свидетелями, последователями этого события. Каждый из нас принимает Святое Крещение, чтобы стать членом Святой Православной Церкви. позвольте поздравить вас с этим величайшим событием евангельской истории, с праздником Крещения Господня». Сразу после утренней литургии состоялся крестный ход от Петропавловского собора в сторону Киевского спуска. Во главе с архиепископом Гумельским и Жобинским Стефаном десятки верующих объединились в праздничной молитве. Священнослужители осветили открытые водоемы. В них по народной традиции окунаются, веря в очищение от грехов. Церковь не призывает к окунанию в купели, но и не отрицает этого явления. Ведь около двух тысяч лет назад в реке Иордан был крещен сам Сын Божий. У нас традиция мы с парнями ездим уже не первый год отлично вот хорошее дело. Окунаюсь верю в то, что меня это потом бережет целый год. Наверное каждый верит в свое вот то, что он вкладывает. Поэтому я желаю всем здоровья, чтобы никто не болел. А вот в Мозыре на крещение мороза солнца день чудесный. На грибной базе традиционный крещенский ажиотаж. Причем к купели тропа в этот день не замерзает. Окунаться приходили с семьями, поодиночке и даже целыми коллективами. Ощущение полного удовлетворения. Хочу сказать, что я уже на 8 или 9 раз сюда хожу каждый год. И ничто мне не мешает это делать, потому что это здоровье. Я хочу сказать, что человек должен периодически все-таки верить в том, что что-то помогает в этой жизни. Но в этот день самая главная вера в душе и сердце. Она порождает гармонию и душевное спокойствие. И православные верующие убеждены в этом, как никто другой. Татьяна Пемененкова, Сергей Жиленко, Новости недели. Четверть века на защите людей. Сотрудники подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям в 25 раз отметили День спасателя. На Гомлищине к этой юбилейной дате подвели итоги служебной деятельности и наградили лучших. Наши корреспонденты с подробностями. Сутки дежурства их не пугают. Сергей Кахно и его товарищи уверены, спасатель должен быть готов в любой момент приступить к выполнению воевую задачи. Сергей говорит, что 8 лет работы в пожарной части убедили в правильности выбранного пути. Сегодня он лучший водитель-спасатель Гомельской области. В его активе победы на областных и республиканских конкурсах и допуск на вождение сложнейшей спецтехники. Нужно любить это дело, увлекаться, развиваться, начитываться и совершенствоваться. Одно из главных событий празднования Дня спасателя на Гомельщине совместное богослужение в Свято-Петропавловском соборе. В глубине души каждый спасатель в той или иной степени человек верующий. Когда рискуешь жизнью, очень надеешься, что рядом есть ангел-хранитель. Поэтому передача Гомельской епархии спасателям иконы Божьей Матери неопалимая Купина воспринимается вполне логично. Сегодня нашим спасателям в управлении Гомельской области была подарена икона Матери Божьей неопалимой Купины, которая займет достойное место в зале доблести Гомельского областного управления. И каждый спасатель, каждый человек, приходя к нам, может поклониться и попросить защиты этой иконы. Эта икона защищает людей от пожаров, чрезвычайных ситуаций и всех бедствий. Наша совместная молитва, она придает всем нам силы, чтобы мы жили в мире наших сердец, чтобы мы всегда заботились о мире, который бы окружал наше государство, наш народ. Я надеюсь, что Господь и верю в это по молитвам Божьей Матери поможет нашим спасателям нести свое нелегкое бремя послушания государственного. Только в прошлом году спасатели Гомельской области выезжали на ликвидацию чрезвычайных ситуаций более 4 тысяч раз. И, пожалуй, самый главный результат по сравнению с 2022 количество людей, погибших в пожарах, сократилось на четверть. При этом среди пострадавших не было ни одного несовершеннолетнего, и это тоже показатель профессионализма спасателей. У нас есть девиз нашего министерства – профессионализм, отвага и честь. Он должен быть профессионалом своего дела, ежедневно повышать свои профессиональные качества, он должен быть отважным, быть готов всегда прийти на помощь, потому что спасатель – это не сутки через двое, это не с восьми до пяти, это 24 на семь 365 дней в году. И, по словам «честь», каждый поразумевает свое. Он должен быть человеком чести, он должен быть любить свою родину однозначно, он должен быть готов прийти на помощь всегда. Мужество и отвага, решительность и сосредоточенность, оперативность и слаженность действий, профессиональные качества спасателей. Ваша работа – это спасенные жизни, сохраненные имущества, предотвращенные трагедии. Это ежедневный подвиг во имя жизни другого человека. С профессиональным праздником спасателей поздравил председатель облсполкома Иван Крупко. У этой службы героическое прошлое и настоящее, и будущее наполненное служением людям. Я занимаюсь воспитанием подрастающего поколения, а именно воспитанниками военно-патриотического клуба «Стихия», что позволяет вырастить нам настоящих патриотов и достойную смену работников МЧС, которые в дальнейшем придут к нам в Гомельскую область, займут руководящие в дальнейшем должности и будут достойно, с честью, с высокоподнятой головой, нести службу спасателей. Летом этого года на Реческом шоссе в Гомеле будет открыт сквер спасателей. Планируется, что центральное место в нем займет скульптура спасателя с ребенком на руках. Олег Сентюров, Анна Кусточева, Игорь Морищенко. Новости недели. История милосердия, гуманизма и сострадания. В Гомеле на этой неделе открылся обновленный музей Красного Креста. Уникальная экспозиция посвящена развитию движения в Беларуси. В копилке музея уникальные экспонаты, собранные со всех уголков страны. Подробности далее в сюжете. Ксения Родина историю Красного Креста знает наизусть, потому что это история и ее семьи. Помочь музею в пополнении фонда экспонатов девушка вызывалась одной из первых. Я пообщалась со своей бабушкой, со своими дедушками. Они передавали медали, передавали фотографии. Вот, например, мой дедушка тоже был в госпитале Красного Креста. Здесь есть его фотография. Он пошел на фронт в 1945 году, перетаскивал своих товарищей и гнал немцев. Из-за этого ему пришлось переплыть самому в Днепр. Он застудил почки легкие и попал в госпиталь Красного Креста. После чего отличился и опять отправился на фронт. Музей Красного Креста на базе 47-й школы Гомеля был создан еще в 1986 году. Экспонаты предоставляли ветераны Великой Отечественной и поисковой отряды. Фонд постепенно пополнялся и возникла потребность в более просторном помещении. Сейчас экспозиция сменила прописку. Новое помещение с современным ремонтом. К слову, музей Красного Креста такого масштаба в Беларуси только один. На сегодняшний день здесь представлено более 600 экспонатов. Мы приняли решение о необходимости сделать капитальный ремонт, обновить экспозицию, чтобы наш музей стал более современным и доступным для большего количества посетителей. Один из старейших экспонатов – это грамота из клинического госпиталя Санкт-Петербурга, датированная 1916 годом. Еще интересный экспонат у нас – это одежда одного из ветеранов Великой Отечественной войны, которая одета на наш манекен. Музей – это не только о прошлом. Сегодня в Гомельской областной структуре общества более 1400 первичек. В рядах Красного Креста около 15% населения области. Цели на год – качество, удвижение, милосердие – самые амбициозные. В планах совершенствовать работу кризисных центров и сервисов, создать первички в частных структурах. Гомельская область является флагманом на протяжении уже многих лет. Это очень хорошо. Креативная область, которая внедряет новые какие-то свои методы. Этому способствует, конечно, обмену опытом с нашими другими национальными обществами. Представить предыдущие командировки, изучение опыта работы в том числе и российского Красного Креста, и других, в том числе и национальных обществ. «Традиции гуманизма будут близки белорусам и в будущем. Это основа кода нации. Очень важно через годы, через века показать стремление людей следовать главным принципам человечества», подчеркнул генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов. Олеся Заяц, Анна Кусточева, Александр Чернышевич. Новости недели. И на этом у меня все. Мы встретимся в следующее воскресенье, чтобы вместе подвести итоги недели. В студии для вас работала Анна Кусточева. Спасибо за внимание и до свидания.